Добрый день, уважаемые любители шахматов! И мы продолжаем изучение отклонений от главных линий защиты каракан. В этот раз уже будет на седьмом ходу, а именно у 4c6, d4, d5, конь c3, d9, d4, слон f5, конь g3, сон g6, h4, h6. И здесь, кроме хода конь f3, у белых есть несколько возможностей, именно f4, и конь h3. Этот ход Николая очень часто делал Александр Бортник. В течение где-то 3-4 лет даже против игроков 2,500. Это приносило ему огромный успех. Он выиграл очень много партий в этом варианте. И, собственно, ключевая позиция возникает после коня f6, входя f4, слон h7, c3. То есть после слон c4 позиция бы переходила в предыдущую главу, а именно отклонение на шестом ходу, слон c4, e6, конь f5. И после конь bd7 только слон c4. То есть таким образом белые заставили черных потратить темп на ход. Конь bd7, если бы слон стоял бы на d6, то черные просто бы на ход конь h5 рокировали. И это немного, конечно, дает им какой-то другой тип позиции. Надо бить на h5, ходить конь f6, слон h4, конь h5, ферзь h5. Ну и, собственно, эта позиция, она тоже у меня в практике возникла против Александра Бортника. Я здесь проходил неправильно, и другие соперники часто ходили неправильно. Но еще оказалось, что 10 лет назад было найдено ход в слон d6 сильно очень. И после него уравнение возникает. Ну, сначала простые ходы. Вроде слон d6, ферзь d6, конечно, это ничего не дает белым. Ну, если разби на e5, черные с 3 нуля ходят, и этот эльшпиль, видимо, равный. Если же белые ходят ферзь g4, то очень важно знать, собственно, этот ход может показаться страшным, потому что нельзя ходить 2 нуля ввиду слона h6, король f8 ходить не хочется, но черные могут побить на f4. Суть в том, что ферзь g7 не проходит ввиду хода король e7, а у черных просто лишняя фигура. Белые вынуждены бить на f4, и опять-таки после 2 нуля возникает равная позиция черных следующих ходов. Скорее всего, походят ферзь b8 с разбиодом ферзей. Если же белые ходят слон e3, то в черных есть ход ферзь f6, 3 нуля, и тут партия Андреева в блиц есть. Тут не надо особо умудрить, просто походить ферзь f5 с разбиодом ферзей равной позиции, поскольку слон вышел за пешечную цель. Ну, тоже в блиц под оборев против Карпова ходил слон e5, но это чуть более сложнее. Черным нужно сделать пару ходов слон g6, правильно Карпов походил, ферзь e2, слон e5, ферзь e5, ферзь f6. Важно заметить, что здесь слон бить на f6 не очень хорошо белым, поскольку у черных начинается контр-игра по линии g. Кстати, такой эндшпиль я когда-то в блицу пендемина выиграл с такой структурой. Это был уже после партии с бортником, естественно. Я узнал, как ходить надо. Ну, собственно, h5 походил Пономарев. После f4 черные просто ходят h5, у них абсолютно никаких проблем. Я победяется d5, ставят слон, а df5 ставят 6, все отлично. Ну и здесь Карпов перебудрил, надо было, конечно, бить на e5 и ходить с лодой в 5. С лодой в 5 это важный профилактический ход, чтобы его не вели ладью через h4 или через h3 на g3. И у черных есть дальше возможность походить король e7, ладья hd8, и уже пешка на g7 не будет слабостью. Ладья d1, король e7, король e2, ладья hd8 с равной позиции. Ну, здесь, конечно, у черных еще может потребоваться некая точность, потому что белые начнут надвигать пешки на королевском фланге. И какой-то из пешечных хенджпильд может оказаться на черных троих радует, поэтому им желательно разменять одну пару ладей, а вторую пока не трогать. Скорее всего, перевести свона через e4 на d5. Ну, в общем, игра еще у белых кое-какая есть, но при правильной игре черных партия должна завершиться ничью. Так что ход коня h3 интересен, но не более того. f4, другой ход, который я спробовал против меня, тот же Александр Бортник. Е6, конь f3, ну, здесь уже я походил неправильно, нужно ходить здесь конь d7. Ну, если свод c4, то свод d6, очень интересная расстановка на конь e5, конь e7. Черные не хотят отступать свода, оба сразу же хотят. Если бео поменяют, конечно, пешка на f4 будет ужасно, а иначе черные просто заканчивают развитие уходом 2-0, убирают слона, а с h7 ходят конь f5, у них позиции великолепны, поэтому слона c4 это потеря времени. Более 2 хода, это разменять слона, надо определить с включением хода или без включения хода h5. Ампусы свод d3, свод d3, ферзь d3, ферзь c7, важен ход. Черный готовит длинную рокировку, а также подрыв c5. Если бео свод d2 входит, то конь gf6, конь e5, а конь e5 стандартная реакция, c5, 3-0, cd, ферзь d4, ну и здесь в террих проявляется смысл хода, ферзь c7, а не слон e7, а черные выиграли темп на развитие слона в один темп, ферзь c4, 2-0, конь d7, конь d7, конь e4, ладья fc8, g4, ну и после слона e7 белый вынужден менять ферзей, и атака, конечно, без ферзей уже не та позиция равна. Если же белый входит конь e5, то конь gf6, слон e3, слон e7, 3-0, ну и здесь можно даже не уходить в 3-0, а походить в 1-д8, готовят c5, король b1, 2-0, конь e4, ну и после c5 возникает обоида острая игра, но шансы черных здесь явно не хуже, потому что южи c5 провели. Если же белые h5 сначала входят, слон h7, слон d3, слон d3, ферзь d3, конь gf6, слон d2, ферзь c7, 3-0, c5, ну у белых тут уже определенный выбор. Но dc, конечно, это позволяет закончить развитие после слона c5, потому что так рекомендовать не надо. На конь e4 черные могут даже походить 3-0, а ферзь e2 последует конь e4, ферзь e4, конь f6, ферзь e2, нападает на пешку h5, конь e5, конь hd8, и позиция равна. Король b1 такой нейтральный ход, но он слабый, ввиду того, что конь e5 есть естественно ход, и белые, если ходят ферзь e2, то после разбит d4, конь g4 угоршает тройная винт, и еще и связана ладья, но d1, в общем, кошмар, а если белые жертвуют ферзя, то черных хватает темпов, чтобы ввести слона из-под связки, после король b8, вы, конечно, ферзь давно поселите. Ну, поэтому, ферзь e2, вместо конь e4, и тут уже два нуля черные ходят, ну, конь e5, вводя ac8, король b1, слон d6, нападая на коня, слон c3, видимо, белым нужно менять слонов, ну, вот, не дает им абсолютно ничего, с другой стороны черный бог, после конь b6 начать игру на ферзь, а после слон c3, конь b6, слон e4, конь bd5, конь e4, слабый ход, конь e4, ферзь e4, f5, ферзь f3, ферзь c2, и черные выигрывают пешку, и у них, истина позиции намного лучше, поэтому, c5, конечно, dc, это, подливает, ввода на мельницу, черных, конь e5, конечно, надо ходить, c на d, но, тем не менее, слон опять-таки, выходит, небольшой выбор, ферзь f4, тут два нуля, разбит от d7, конь e4, ну, здесь, вон e7, важно отойти, черных, начинается атака, на ферзь фланги, ладья идет на d8, вторая, c8, конь b6, ладья h3, логичный ход, потому что, g4, это сильно долго, конь b6, ферзь b3, ну, и здесь, конь c4, просто, d3, ладья c8, черных, начинается атака, белый, уже ничего не создали, а после, ферзь c4, ладья c8, конь d7, конь d7, конь e4, два нуля, кгн b1, и опять-таки, слон e7, ну, здесь, наверное, белым нужно меняться, на ферзь c7, ну, здесь уже знакомый, обход f5, для того, чтобы поставить, потом, конь ада f6, и пешкодаж 5 будет провисать, если же ферзь b3, то это, получается, опасная позиция, для белых, g4, ладья d8, g5, ну, и ферзь c6, ферзь, ладья d2, свод c1, свод b6, и, конечно, белый вскрывает лиди уже, но это, абсолютно, не опасно, до черных, мало того, что, пешка еще на h5, как обычно, в таких позициях, оказывается, слабостью, ну, и белые рискуют, ее потерять, что приведет, конечно, к, к лучшему гачку, ну, как мы видим, ход f4, тоже интересный, но не более того, потому, что черные, легко подрывают, c5, и все у них, после этого, замечательно, ну, поэтому, наверное, ход, коня h3, с идеей, коня f4, более интересен, потому, что, белые, там, какие-то задачи, ставят, черных, после f4, играть, очень просто, коня f3, это основной ход, конь d7, свод d3, свод d3, ферн, 3 e6, те же разницы, этой позиции, с главным вариантом, что пешка находится, на h4, а не h5, конечно, это, с одной стороны, уже не слабость белых, это более, она плотно стоит, с другой стороны, белые могут, в какой-то другой момент, h5 поставить, именно, в том типе позиции, там, где они нуждаются, в пешке h5, где она будет сильной, или слабой, ну, обычно, ну, игра черных, соответствует тому, что мы уже видели, в части, там, где, главная линия, ну, давайте, рассмотрим, вот, слон d2, конь f6, 3 0, слон e7, король b1, опять-таки, последует подрыв, c5, d1, 2 0, важно, что ферзь на d8, конь f5, прыжок 1, конь e4, вадят c8, дается конь c5, конь f6, вадят c8, ферзь на d8, сводит d8, вадят d1, вадят d1, ну, и тут, конечно, пешка на h4, лжей не будет слабостью, но, конь a4, у черных, находится ход, и после свод d4, вадят d8, с массовыми разменами, ну, такой, коневой, эншпиль, у меня, определенную ностальгию, дает, потому что, я такой, ледоков, умудрился проиграть, не так давно, с такой, пешечной структурой, но, на самом деле, тут абсолютно, rough d8, то, что я, под up d8, проиграл, это просто, мое неумение, разыгрывать d8, конечно, тут надо обратить внимание, что же, 6 надо сделать, ход, чтобы, белые, не отфиксировали, ход, об h5, королевский фланг, белых, ну, тогда у черных, абсолютно, никаких проблем нет, ну, если конь e4, то, уже знакомый, дободел, конь e4, конь f6, ферзь e2, ферзь d5, если белые, c4, ходят, ферзь e4, нужно меняться, на e4, слон e3, ну, вадят d8, нужно, конечно, f5, походить, 2, нуля, вадят e2, ну, и тут f5, ходят g3, слон f6, ну, и тут пешка, конечно, на h4, стоит лучше, чем на h5, и поэтому, позиция равна, но если слон f4, то, мы тут уже, конечно, ферзь a5, слон d2, слон b4, не ходим, мы можем просто, походить, код gf6, потому что, пешка стоит, на h5, а на h4, и атака белых, поэтому, не опасна, 3,0, слон e7, ну, опять-таки, конь e4, стандартный, размен следует, с равной позиции, король b1, поэтому, профилактический ход, 2,0, но опять-таки, после конь e4, наш, стандартный, размен на e4, но если, там, белый, пытается, прогнать ферзя, он может наступить, на h7, и он там, хорошо стоит, в засаде, если, белый, ходит, конь e5, то, после, размен на e5, у черных, конечно, есть сильный ход, конь g4, f7, конь e5, dc7, f4, ладья fd8, все меняется, и опять-таки, равная позиция, ну, можно поменять, только одну пару ладей, и начать двигать пешку, а, что более амбициозно, для черных, ну, если билы уходят, ферзь e2, то, в отличие от главного варианта, пешка, это наш 400, потом, можно начать двигать пешком, с контргрой, конечно, позиция, мало исследована, но, в основном, белые ходят так, такого прыжка, конь, даже g5, потому, что, бить его, нельзя, ну, черные, не боятся, ничего, ферзь e5, подготавливают, под стипеда, c5, Ну, на К5Е4 последует вводя ФД8, с дальнейшей ФЦ5, поэтому слон Д2, ферзь Д5, ну, сейчас Ц4, это зелок пешки ввиду хода К5, ФЦ2, КЦ4, просто отчетно выграно. Ну, а после входа 5Е4, вводя ФД8, мы очень хитрый образом перевели Ферзя на поле Д5, он расположен впереди все фигуры, мы готовы походить на следующий вход, Д5, переходя в равный Эшпиль. Ну, собственно, все, по теоретической части, альтернатив на сетбол в ходу, как мы видим, они довольно безобидны для черных, КНШ3, конечно, наиболее интересный из этих ходов, если белые ходят Ф4, они рискуют получить более худшую позицию, потому что игра черных очень проста. Ну, а если белые не ходят Х5, по сравнению с Владами вариантами, пытаются сыграть более солидно, то да, действительно, это им удается, у них там меньше шансов получить худшее Эшпиль, но и ни на что особо не претендуют. На этом все, спасибо, что досмотрели это видео до конца, с вами был MVP. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...